Итак, сегодня мы продолжаем изучать слова великого учителя еврейского народа, которого, как мы уже объясняли, зовут Бен Зома. Почему его зовут Бен Зома, а не Раби Шимон Бен Зома? Потому что он не получил раввинского звания, хотя был один из четырех величайших мудрецов, соратников Раби Акивы, который вместе с ним поднялся в самый глубокий тайный тор. Итак, в прошлый раз мы учили три вещи, которым учит Бен Зома. Кто называется мудрецом, кто называется героем и кто называется богачом. Обычно на улице, если мы подойдем к любому человеку, кто мудрец? Самый большой мудрец города, у которого все спрашивают, как правильно вести себя, как советуются с ним. Самый большой мудрец. Кто герой? Только тот, кто получил больше всего олимпийских медалей. Или тот, кто завоевал как можно больше стран. А кто богач? О, сейчас недавно мне мой сын рассказал, что Билл Гейтс отошел на второе место. Есть какой-то араб где-то в Мексике. Так он самый большой миллиардер. Сколько-то десятков миллиардов у него есть. О, это самый большой богач. И, как мы уже говорили, обычно то, что говорят на улице, это обычно полностью противоположно мнению Торы. Так, то, о чем мы говорили. Кто называется мудрец? Ну, мы сказали, тот-то больше всего времени учил Тору. Больше всего понимает Тору. Самая большая мудрость – это Тора. Это больше, чем лауреаты всех нобелевских премиум вместе взятых. Но объясняет Бензома, что это неверный подход. В Талмуде говорится, что есть какой-то человек, который прочел все книги, но он не стал еврейским мудрецом. Почему? Талмуд сравнивает его со словом, нагруженным книгами. Он может сказать, где, в какой книге, что написано. Что же такое мудрость? Это не просто IQ, это не просто разум. Это мудрость. Тогда что же такое мудрость? И объясняет наши святые книги. Написано в псалме. Творец мудростью основал землю. Бе хохма и седа та арец. Значит, что-то здесь, в этой мудрости заключено то, на чем держится земля. И тогда объясняют наши святые книги, что мудрость или хохма – это сама реальность. Реальность – та, которая нас окружает. Но как мы можем постичь эту реальность? И для этого даже на русском языке есть слово «понимание». Есть мудрость, хохма. И есть понимание. Наши святые книги объясняют. В первой строчке Торы написано. В начале сотворение Творцом всего небесного и всего земного. В этой строчке Торы определяется, что есть тот, кто воздействует. Это называется небо. И тот, кто получает воздействие – земля. Или, если хотите, по-другому. Идеальный брак – это когда голова на своем месте, шея на своем месте. И мы понимаем, что голова – глава дома. А на ком держится весь дом? Это шея, это праведная жена. Это, как говорил арабонит Зильбер, Гита Зильбер, чтобы память о праведнице была благословенна. «Все болеть шува из России у него на голове и у меня на шее». Так это определение. Муж – это голова, а жена – это шея. Потому что она крутит головой. Но голова… И это как бы, если мы посмотрим в корне, в чем отличается воздействующий, получающий воздействие. Мужское начало, женское начало. Сказано, что хохма – это, скажем, общая картина. А как реализуется эта картина? Как от общего замысла? Например, один человек хочет царь, хочет дворец. Что он делает? Он зовет архитектора. Он делает ему проект. Дальше этот проект зовут инженеров, строителей, которые высчитывают, сколько нужно балок, сколько нужно камней, сколько нужно песка. Дальше приходит рабочий и управляющий строитель, который распределяет их по местам, а не строит. Так вот, генеральный план – это то, что называется хохма. А как реализуется этот генеральный план? Это понимание. А если наши святые книги объясняют про ребенка? Как начинается ребенок? То, что Талмуд говорит – трое компаньонов при сотворении ребенка. Отец дает все то белое, что есть в теле человека. Это и серое вещество, это и белки, это и кости. Мать дает все красное, то, что в теле у ребенка. И это и сама плоть, и все красное. А кто дает душу? Творец посылает душу. Но если мы возьмем на первом этапе зачатия, то как бы в одной капельке семени мужчины заключен весь тот будущий ребенок. Но где он творится? Я цитирую вам великого учителя еврейского народа Рамхаля, Рабимуше Хайм Люцата. Он объясняет, что все органы, они начинают строиться внутри животе у матери. И тогда мы понимаем принципиальную разницу. Хохма – это общий план. Реализация его, детализация – это то, что называется бина. И поэтому наши святые книги говорят – бина и ты ранит на ли и ша. Дополнительное понимание дано женщине. А теперь вернемся к и больше того. Наши книги и святые говорят – нету мудрости без понимания. Нету понимания без мудрости. То есть мы видим, когда эти две вещи дополняют один другого. И это идеальная семья, идеальный еврейский дом. Когда мужчина и женщина дополняют один другого. Потому что то, что есть в нем, нет в ней. То, что есть в ней, нет в нем. А теперь вернемся к тому, что же это такое. Кто называется мудрецом? И дает определение учитель еврейского народа Бен Зома. Кто-то учится у каждого человека. Что такое большой мудрец? Спросит у дворника, как он поливает улицу. Я приведу вам пример. Великий мудрец, который основал первую шиву, которая была в мире. В том виде, в котором она дошла до наших дней. Это Рафхайм из Воложина. И это Рафхайм из Воложина. Ученик Вилинского гаона. И вот он был в каком-то месте, в какой-то город он приехал. И он пришел в Микву. А там в Микве был специальный человек, который помогал людям, которые пришли в Микву снимать. Тогда сапоги были. И вот он помогает Рафхайму снимать сапог. И тот ему говорит, может быть, так ты сдвинешь его. Может, так. И вдруг этот человек встал в полный рост. Он говорит, кто ты такой, чтобы учить меня, как стаскивать сапоги. Так вы понимаете, что, несомненно, это я в виде шутки привел этот пример. Что тот, кто учится у каждого человека. Но чему он учится? Он учится мудрости. И мы об этом говорили, что каждый человек в этом мире несет и связан с корнем своей души. Которая, несомненно, находится в Торе. И поэтому даже самый большой мудрец, он может не видеть то, что увидит самый последний ученик. Потому что это связано с его пониманием раскрытием Тора. А мы говорили, каждый человек приходит сюда, чтобы открыть свое место Тору. А теперь вы зададите вопрос. А как? Ведь женщина не обязана, нет у нее обязанности изучать Тору. Как мужчина? Мужчина должна учить и письменную, и устную Тору. Женщина должна учить только письменную Тору, законы. И я вам приведу пример, что в Нейбраке есть семинар. И руководитель его раб Вольф. И он пришел к Хазанышу. И задал ему вопрос. Какое оружие я могу дать против дурного начала тем, кто учится у меня в семинаре? Девушка, у мужчин есть, и об этом мы будем говорить, то, что написано в Талмуде, в трактатике Душин. Говорит творец, я сотворил дурное начало, я сотворил, ну как бы оружие против него, Тору. Но женщина, если не обязана изучать Тору, так что же, какое же у нее есть оружие? И ответил ему Хазаныш. Есть у нас передача традиции от Гаона из Вильна, что оружие женщины – это ее скромность. Вот этому вы можете учить своих учениц, и это оружие. И вы понимаете, что тут же возникает масса вопросов, что такое скромность и так далее. Приводит Талмуд пример. Была такая женщина, Ким Хит. И задает вопрос Талмуд, за что она заслужила, что от нее произошло семь первосвященников, которые работали в Иерусалимском храме. И отвечает, из-за того, что стены ее дома не видели ее волос. Ну, то есть, видно, особенной скромностью она обладала. Я не знаю, когда она мылась, она завешивала какими-то простынями место такое. Как-то она снимала что-то. Замужняя женщина покрывает волос. Но вот то, что не видели, в особенной скромности. Предыдущие поколения и так далее. Если меня вы спросили на улице. Скажи, определи, что такое скромность еврейской девушки. Во-первых, то, что написано, что место дочери царя, принцессы в доме. То есть, она внутри. Это одно. Ну, теперь современный мир. Все это эмансипации и так далее. Женщина может быть министром, премьер-министром и так далее. Это определение, что такое скромность. Цниют. Это, ну, если бы я своими словами сказал. Это когда женщина одевается так красиво, нарядно и так далее, чтобы не привлекать внимание чужих мужчин. Я вам приведу пример. Большой учитель еврейского народа. Раф Шлома Залман Уэрбах. Когда, перед тем, как он входил в дом, он поправлял галстук, поправлял это, шляпу и стучал. Его спросили ученики. Обычно, когда человек выходит на улицу, он поправляет шляпу, галстук, как он выглядит, и выходит на улицу. Почему же вы до того, как вы выходите в дом? Он говорит, ну, ведь там находится моя жена. Жена – это присутствие шхены в доме. Я иду навстречу с шхиной. На иврите – это шутка. Шхена – это соседка. А шхена – это присутствие Творца. Место присутствия Творца. Это обычно люди, которые провожают своих близких. Они просят прощения. Так вот, известно, что он, когда он провожал в последний путь свою жену, он сказал, написано в шухонарухе, что просят прощения. Я могу сказать, сколько лет они жили вместе. Пятьдесят, шестьдесят. Мне не в чем просить прощения перед моей женой. Так вы понимаете, что это такое? Вот это отношение между двумя основами в еврейском доме. Но это мы говорили про то, что без мудрости нет понимания, без понимания нет мудрости. Так мудрость – это реальность. А теперь, как воспринимается эта реальность? И вот здесь место для ошибки. И это написано впрямую в трактате Мигела. Говорит пророк Даниэль. «Вы они бените бессфарин». А я обдумывал книги. И объясняет там Раши. Обдумывал и значит ошибся. Это про вычисление сроков, когда должен кончиться вавилонское изгнание. Вот там, где идёт понимание, там, возможно, ошибка. И далеко ходить не надо. Ну, скажем, самое... То, что у всех у нас есть десятки лет опыта. Любое... Телевизор. Любая телевизионная передача. Как будто она показывает реальность. Но дело в том, что автор передачи, он её объясняет, эту реальность. И вот здесь возможность для ошибки. Я уже повторял много раз. Когда мой учитель Равицкак Зильбер узнал, что бастует израильское телевидение, он сказал, чтобы как можно дольше они бастовали. Сколько потоков грязи и лошонара не выливается на еврейский народ. Вы понимаете? Вот это место для ошибки. Неправильное понимание реальности. Так вот, что мы говорим? Кто называется мудрецом, который учит мудрость от каждого человека? А теперь приводит один из комментаторов такой пример. Мне он очень понравился. Если мы возьмём корзину с яблоками. Корзину можно назвать яблоком? Нет, это корзина. Там могут быть яблоки, могут быть груши. Другие. Корзина с яблоками. Но он говорит, но если мы возьмём глиняный кувшин с вином. Сам глиняный кувшин называется вино. Для нас это выражение из Мишны. Как это можно понять? Он отвечает. Потому что глиняный кувшин, он впитывает в себя вино. Поэтому сам кувшин называется вино. Это мы отвечаем на вопрос, кто называется в еврейском понимании мудрец. Это тот, кто любит мудрость. Поэтому для него неважно, у кого учиться. Если он видит... Я попытаюсь на каком-то примере объяснить. Обычно мы все смотрим только на внешнюю картину. Ну вот, это раввин, а это, скажем, клоун, это ученик, это внешняя картина, определение. Но если мы посмотрим чуть глубже, то, что, в принципе, отличает поверхностный взгляд от более внутреннего взгляда. Вот этот человек наступил не на ногу. О, что я должен сделать? Наступить на две его ноги. Это поверхностный взгляд. Теперь человек, который, ну, немножко связан с мудростью Тора. Это то, что написано в прямую в Торе. Когда Иосеев, правитель Египта, обвиняет братьев, что вы соглядатые, вы шпионы, вы пришли высмотреть тайны Египта, что говорят братья? Как видно, Творец нашел место, что взыскать за наш грех. Какой грех? То, что прошло больше 20 лет, и мы слышали, как кричал наш брат из Геамы, и мы его не пожалели. То, что мы судили справедливый суд, это понятно. Но вот это, за все эти годы, вот это единственное, что было у них, что сделал нам Творец, они говорят, а не этот правитель. Вы понимаете? Так это чуть-чуть более глубокий взгляд. А теперь то, что мы уже говорили. Если мы возьмем, сказано, что Авраам, он из себя изучал Тору. Его две почки сделались, как два раввина, и так он постигал Тору. Он смотрел на мир, и читал его, как книгу, которую написал Творец. Вы понимаете? Так вот, если мы посмотрим на Тору, как на человека. Что такое, ну, мы видим человека, одежда человека. Что такое одежда Торы? Это рассказы, которые приводит Тора. о сотворении мира, о первом человеке Адаме, Авраамец, как Яков, как Яков спускается в Египет, со своими 70 членами семьи, как там их угнетают, как еврейский народ выходит, получает Тору, 40 лет в пустыне, и, наконец-то, подходит к границе земли Израиля. Это одежды Торы. А что такое тело Торы? И тогда оказывается, что за всеми этими рассказами, как бы фабулой Торы, то, что можно перевести на другой язык, выступает что? Заповеди Торы. Это ведь из этих рассказов выходит все 613 заповедей Торы. Это то, что оттуда открывается. Теперь я спрошу, а что же такое душа Торы? И тогда, написано в наших книгах, это то, что оживляет все. Это, как мы сказали, третий компаньон, который дает душу. Что же такое душа Торы? Это имена Творца. Что такое имя Творца? Это его проявление в мире. То есть, по моим действиям, я называюсь. А тогда, что такое душа души Торы? Это четырехбуквенное имя Творца. Милосердный. И все остальные имена Торы это раскрытие этого имени Творца. Милосердный. Авая. Четырехбуквенное имя Творца, которому сотворен все миры. И тогда мы понимаем, что мудрость это продвижение со ступени на ступень. Углубление в то, что является корнем всего. Мы видим человека. Мы видим его одежды. Этот в цилиндре, а этот, я не знаю, в белом колпаке. Вы понимаете, это внешний признак. Дальше мы смотрим, что пока мы не доходим до того, что нет ни одного человека, у которого не было бы корня в Торе. А теперь, так как мы находимся на той неделе, на которой у нас сразу два праздника. Сегодня вечером, когда мы записываем этот урок, какой праздник? Песок Шиний. У нас начинается праздник. Второй Песок. Это то, что совершенно невозможно. Пришли люди, которые были нечисты от того, что они несли кости Йосефа. И говорят, лама не гора. Почему мы должны быть хуже? Что такое хуже? Прошло время, Песок прошел. Мы хотим принести пасхальную жертву. Они вызывают, как будто на суд самого Творца. Что такое? Почему мы должны быть хуже? И тогда Творец признает их правоту. И он говорит, скажи им, через 30 дней после выхода из Египта будет Песок Шиний. Второй Песок. Что это значит? И все законы Песока. То есть, персональный выход из Египта. Песок. Во время второго Песока что сказано? С этой пасхальной жертвой нужно есть мацу. Это то, что они заслужили. Они заслужили получить заново Тору. Выход из Египта и получение Тора. Вы понимаете? Через месяц новый выход из Египта. А теперь второй день. Это праздник. У нас нет на Филатопае. Это праздничный день в честь того, что товарец признал. Что значит признать? Льодот. И это качество, которое на этой неделе при отчете омера год. и на этой неделе мы отмечаем благ омер. Тридцать тридцать третий число омера. Что такое? Умирает великий еврейский мудрец мудрец. Что за праздник? Что за пляски? Что за костры? Потому что в этот день он открыл величайшие тайны Торы, которые сравниваются с новым дарованием Торы. И спросили у него, где имя Рава написано в Торе. что не забудется Тора из еврейского народа никогда благодаря заслугам Бар-Йохая. Сына Йохая. Кого? Рабишил Бар-Йохай. А кого он получил? От Раби Акила. И сказано в Медраше, что когда поднялся сам Мушер-Абейну на гору Синай, он увидел, что Творец повязывает короны над буквами. Он спросил, зачем это? Ответил ему Творец, через столько то веков будет человек и имя его Акива бен Йосеф и он из каждой короны будет выводить тысячи и тысячи законов. Это что? Где же у нас вот эти тайны Торы? Тайны, которые выведены из корон букв Торы? Это то, что мы получили через ученика Раби Акивы Раби Шиман Бар-Йохая. Почему праздник? Почему огни? Это намек на книгу Зоар, сияние, которые мы получили от Раби Шиман Бар-Йохая. И в этот день это называется Идра Зута, маленький горын, как сказать, маленький маленькое собрание, ну скажем так, потому что до этого было 10 человек, которые возле него собирались, Идра Раба, а в этот день открылась Идра Зута. И открылись такие тайны Торы, сказано, что в этот день солнце не зашло, пока Раби Шиман Бар-Йохай не кончил передавать Тору своим ученикам. Больше того, написано в этой святой книге, что за заслугу изучения этой книги мы выйдем из последнего галута. Мы находимся в четвертом галуте, в последнем галуте, который длится уже около двух тысяч лет. Римляне, они убили Раби Акива. Сказано, что в Йом-Кипур они подвергли его мучительной казни, это было в Кейсарии, да, то есть Рим, это римская власть, этот римский галут убил Раби Акива. Но был один человек, который не был в этом галуте, это был Раби Шимон Барлюх. И написано в святой книге Зора, и написано об этом в Талмуде, что когда собрались три еврейских мудреца, и один из них, по-моему, это Раби Юда сказал, посмотрите, как величественны действия этого народа, сколько мостов они построили, сколько рынков они сделали, сколько они сделали хорошего, сказал ему Раби Шимон Барюхай. Рынки они сделали, чтобы взымать плату, бани они сделали, чтобы там нежить себя, мосты они сделали, чтобы взымать плату за то, что они... а третий мудрец промолчал. И когда стало известно, о чем говорили эти мудрецы, сказали Иуда, будет везде говорить первым. Шимон за то, что он говорил так, ему полагается смерть, а я не помню, кто был третий мудрец, ему полагается изгнание. И вот, что сделал Раби Шимон, взял своего сына Элязара, и они отправились в одну синагогу, и были там в Израт-Ношин, где женщины, и каждый день его жена приносила ему еду. Но усилились гонения, и сказал Раби Шимон, женщины, они могут это не сдержаться, и может даже твоя мать рассказать демы. И поэтому они пошли и спрятались в пещеру возле луга. Так написано в Зоре. И находились они там 12 лет. Ну, как можно находиться в пещере, нету ни еды, ни питья? Сказано, ради Раби Шимона Бар-Йохая, сделай особенное чудо, забил источник ключевой воды, и за одну ночь выросло рожковое дерево. Но на субботу, в пятницу, это дерево давало плоды фиников. Есть одно мнение фиников, а другое инжира. Во всяком случае, суббота у них выделялась. Но, как же они учили Тору? Они снимали свои одежды, они берегли одежды, и закапывались до горла в песок. И так учили Тору. И приходил туда пророк Ильяу и обучал их Тайном Тору. И вот прошло 12 лет, и они вышли из пещеры, потому что сказано, что умер те, кто их гнали, римский император. И что же они видят, чем заняты евреи? Пашут, сеют. И сказано, везде, куда смотрел раби Шимон и раби Лазар, все сгорало. От того, что сказано впрямую в Талмуде в трактате Брахот. Человек будет занят вспахиванием во время пахоты, сеянием во время сеяния, сжинанием во время жатвы, проветриванием во время проветривания, перемалыванием и так далее. Тара, что будет с ней? Задает вопрос раби Шимон. И он говорит, когда евреи исполняют волю Творца, то есть ле-емуш сефер-тораза мипиха, чтобы не отошла эта книга Торы от твоих уст, постоянно только Тара. Это исполнение воли Творца. Тогда их работа будет исполняться другими. Воя-воу-зарим ве-ры-у э-цон-хэм и придут другие народы и будут пасти ваш скот. Это когда исполняют волю Творца. Так вот раби Шимон, написано там, Балейто-Сафот, говорят, он был цельный праведник, то есть это жизнь, а все остальное будничные дела это не исполнение воли Творца. И так, куда они смотрели, сжигал их огонь тех, на кого они смотрели, раздался голос неба, сжечь мой мир, вы вышли из пещеры, возвращайтесь в пещеру. И еще на год вернулись они в пещеру. И через год, когда они вышли, везде, куда смотрел раби Лазар и сжигал своим огнем, раби Шимон своим взглядом восстанавливал. То есть, пока они не встретили одного еврея, есть мнение в Талмуде, в Талмуде одного пожилого еврея, который нес две связки миртовых веточек. Спросил его раби Шимон, почему две? Он сказал, этот старик, в честь субботы одна в честь того, что помни, а другая в честь того, что святи. Шамор везахор. И сказал раби Шимон, благословен народ, который так любит исполнять волю Творца. И это раби Шимон Барюхай. И сказано потом, когда его тесть привел его в баню. Так и написано. Вы думаете, баня это русское слово? Нет, написано в Талмуне баня. Это арамитское слово. Видите, в русский как вошло. Так вот, и он видел раны, которые были на теле у раби Шимона, и он плакал. Раби Пинхас Бен Иир, написано в Талмуне. Он плакал, и его слезы попадали на раны раби Шимона. И он говорил, ой, мне, что я тебя вижу в таком виде. Ответил ему раби Шимон, наоборот, ты должен быть счастлив, что ты меня видишь в таком виде. Потому что до того, как раби Шимон оказался в пещере, задавал вопросы он раби Пинхас Бен Ииру, и тот отвечал ему ответы. Сейчас раби Пинхас Бен Иир задавал вопросы, и 24 ответа на каждый вопрос давал ему раби Шимон. Какое достижение было в постижении Торы, вплоть до того, что это были раны, от того, что тело его находилось в песке, чтобы беречь одежды. Они надевали одежды только, когда молились. Так вот, праздник, которым устраивается влагба Омар. Ашрейю ладитеха, счастливо родившая тебя. Так говорят, поют про раби Шимона Бар-Йохай. Почему? Потому что сказал раби Шимон Бар-Йохай, что я и мой сын можем оправдать сотворение всего мира. Бнея ли я мятим. Людей, достигших высоких уровней, очень немного. Если их двое, то это я и мой сын. Так он гордится. О чем говорится? Сказано, что все время, что жил раби Шимон Бар-Йохай, не было знака радуги над землей. Что это значит? А что это знак? Это союз, который заключил Творец с Нохом. Что на самом деле, если будет так вести себя человечество, что им будет полагаться новый потоп, символ радуги будет говорить о том, что Творец помнит этот союз и не принесет новый потоп. Потому что это как лук. Когда лук, чтобы направить стрелу, направляют ее так. А если он в таком виде, так это как перевернутый лук. То есть знак мира. Так все время, что жил раби Шимон Бар-Йохай, не было радуги. То есть он оправдывал существование всего мира тем, насколько он, изучая Тору, исполнял волю Творца. Это два праздника. Обычно у нас отсчет Омера это дни траура. Внутри них есть два праздника. Первый это то, что мы заново получили Тору. Творец признал Рода тем, кто сказали, почему мы должны быть хуже. Мы хотим исполнять твою волю. И раби Шимон Бар-Йохай, лак-ба-омер, который полностью исполнил волю Творца в этом мире. Так вот эта мудрость и это еврейские мудрецы, и это называется Талмид Хахам. Еврейский мудрец, он называется ученик мудрец, потому что он настолько любит мудрость, что он учит мудрости от каждого человека. Ну, на этом мы сегодня завершим. До следующего урока. Урока, с премьера хихихихихихе. Субтитры сделал DimaTorzok